Кто твой друг сегодня? Чьи советы ты слушаешь? Это очень важный такой момент. Вы можете посмотреть в Писании очень много ситуаций, очень много жизненных моментов, когда были люди, которые давали советы, давали рекомендации. И после их советов наступала, приходила погибель. Или приходил развал государства. То есть так много вещей, когда на самом деле рушились семьи. И это очень важный момент. Я хочу вам привести пример. Это второе царств, тринадцатая глава. И это третий стих у Амнона. Это у одного из сыновей Давида был друг. И Писание говорит, что он был хитрый. И вот он дает ему совет в пятом стихе. Амнон влюбился в сестру свою. Он не знал, что сделать. И вот этот вот друг Иоаннадав в пятом стихе дает ему совет, как поступить. Что происходит? Чем эта история заканчивается? Заканчивается тем, что Амнон изнасиловал свою сестру. И, к сожалению, он разбил ее сердце. Но в дальнейшем его жизнь закончилась в том числе. И о весолом, который поступил так же, посмотрите, просто из-за какого-то совета. И приходит развал государства. То есть очень-очень трагичная история. Я бы хотел, друзья, обратить ваше внимание, кого вы сегодня слушаете. Чьи советы вы сегодня воспринимаете. Бог да благословит вас в мудрости. На самом деле ищите правильных советов. Потому что от этого в дальнейшем будет в том числе зависеть ваша жизнь. В Иисусе есть мудрость. И Он в себе несет вот этот правильный дух, дух совета. Благословений вам, дорогие. Благословений вашим домам и семьям. Аминь. Благословений. Благословений. Благословений.